Доброе утро, мы любим страна. Новый день и новая история для вас. Час назад звонит телефон. Я поднимаю трубку и с той стороны молодой человек, который говорит, мы пришли к вам познакомиться. Я говорю, в данный момент не нахожусь на месте, если можно, немножко позже. При этом спрашиваю, чем могу я вам помочь. Молодой человек говорит следующую фразу. Я принес деньги. Я говорю, да, как, что, задаю нападающий вопрос, и в этот момент молодой человек говорит, я принес денежку в историю добрых дел. Кто не знает, не так давно мы начали рубрику «История добрых дел». Это означает, что кто-то из вас, кто хочет, кто может, допустим, у вас остались какие-то лекарства, какие-то игрушки, какие-то вещи от ваших собачек, или просто они у вас есть, и вы хотите поделиться другим людям, вы даете нам, а мы их передаем. Или же, предположим, как в данном случае, молодой человек говорит, я хочу оставить денежку. Оставляете денежку, а мы эту денежку передаем по направлению, по направлению к нужным людям. Имеется в виду бабушкам, дедушкам или же людям, которым нужна помощь, а финансовой возможности нет. И делаем при этом видеоотчет. Поэтому я попросил молодого человека, чтобы он пришел к нам чуть позже, и мы вам это все покажем. Поэтому присаживайтесь и ожидайте. Через несколько часов они снова к нам вернутся. Наша история продолжается. Владельцы не знают, что я снимал эту историю до того, как они сюда пришли. Она имеет продолжение. Владельца не показывает. Он стесняется, стоит за кадром. Есть у нас Лена и Люк. Вот такие красавцы, которые решили поучаствовать в нашей рубрике. В рубрике Добрых дел и видеоотчет. Вот копеечка, который пойдет на Добрые дела. Да, спасибо вам большое за ваши Добрые дела. Да, и видеоотчет для наших владельцев тоже будет. Поэтому всем спасибо, идем вперед. Сядь плах. Спасибо.